И к нашему эфиру уже присоединяется Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. Михаил, я рада вас приветствовать. Здравствуйте. Михаил, вот Анна Малер не так давно сказала, что враг цепляется за каждый метр занятой земли, оказывает мощное сопротивление, что интересно, применяет резервы, вместе с тем несет значительные потери. О том, что российская армия применяет резервы, мы, безусловно, уже говорили на разных этапах проведения военных действий. Сейчас о каких резервах в большинстве случаев речь, все-таки, если, конечно, владеете этой информацией, это больше идет речь о резервах личного состава, или это резервы техники, или все вместе? Ну, дело в том, что современные армии воюют все-таки подразделениями, и речь не может идти просто о личном составе или отдельно о боевой технике. Все это, естественно, применяется в комплексе, и имеется в виду, что резервы используются противникам в разных ситуациях. Ну, например, в Луганской области используются резервы для того, чтобы попытаться развить возможный успех при наступлении, поскольку, я напомню, там российская армия пытается наступать. Если же мы говорим о бахмутском направлении и южном направлении, то там противник применяет резервы для того, чтобы не допустить дальнейшего прорыва украинской армии в различных направлениях. И в том числе российская армия иногда пытается контратаковать, опять же, для того, чтобы остановить продвижение украинской армии. И также вооруженные силы Украины продвигаются севернее Бахмута, значительно медленнее, чем на юге. Это происходит из определенных природных препятствий высокого уровня подготовки противника, сообщил спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины Сергей Чреватый. У нас есть цитата, предлагаю услышать. В севернее Бахмута враг лучше подготовлен. Там есть и определенные природные, в том числе водные препятствия. Мы сейчас все не можем раскрывать, но работа там тоже продолжается, и со временем ее будет видно, несмотря на то, что противник готовит все, чтобы замедлить наше продвижение. Сергей Чреватый, спикер восточной группировки войск ВСУ, в эфире марафона «Едыни новыны». И также Сергей Чреватый сообщил, что украинские военные выбили россиян около Андреевки Донецкой области. Это поможет завершить операцию по окружению Бахмута, где ведутся тяжелые бои, вытеснить оттуда противника или взять его просто в кольцо. По словам спикера восточной группировки войск вооруженных сил Украины, у военных России в этом районе уже абсолютно нет превосходства, но российские оккупанты минируют позиции, обустраивают противотанковые рвы. Поэтому перед штурмовыми операциями все подразделения сил обороны проходят мощную подготовку и слаживание. И вот, безусловно, мы можем оценить, благодаря украинской разведке, не все можем озвучить, но, тем не менее, позиции противника и его состояние. А есть ли понимание, каково себя ощущает сам противник? Понимает ли он, что уже все идет для него к завершению, либо же все-таки еще какие-то другие амбициозные планы себе строят для того, чтобы все-таки еще пытаться стоять на позициях? Ну, дело в том, что тех солдат, офицеров не спрашивают, что они там себе думают. Их задача максимально удержать территорию. То есть стратегически Россия сейчас действует, или путинский режим действует в очень простой парадигме. Главная задача удержать территории и попытаться выйти на затяжную войну с целью параллельно уменьшения поддержки Украины со стороны западных мартеров и принуждения Украины к капитуляции. Но при этом, естественно, территории они не собираются отдавать. Поэтому такие ожесточенные сейчас идут бои, такая ожесточенная оборона со стороны России, со стороны российских войск. Понятно, что и офицеры, и солдаты знают о тех катастрофических потерях, которые они несут. Но у них нет другого выхода. Они выполняют команды высшего руководства, и генералы, и офицеры российские, они будут там умирать. Но у них такая система. И если они попытаются бежать, их будут расселивать свои же заградотряды, у них выходы или умереть, или сдаваться украинской армии. Вот такая вот ситуация. То есть то, что они оттуда будут убегать, или то, что будет легко даваться продвижение, особенно, например, в районе Бахмута. Опять же вспоминаем, что сама русская пропаганда создала какой-то символизм вокруг Бахмута. Хотя мы всегда говорили, что никакого особого значения с точки зрения стратегии этот город не имел. И это видно сейчас. То есть, окей, большую часть Бахмута они захватили, уничтожили, но это абсолютно никак им не помогло избежать дальнейшего развития событий. То есть украинская армия перехватила инициативу и сама сейчас берет в кольцо Бахмут. Но, опять же, этот символизм не позволяет им просто оставить этот город. Они будут там умирать, они там будут оставаться. Но будут стоять и пытаться удержать эту территорию. Более того, ведь были предположения, и даже утверждали некоторые наши эксперты, что Россия еще будет объявлять мобилизацию. Конечно, делать это, вероятно, скрыто, каким-то образом это организовывать, так или иначе. Но ведь удивительно, эффективность новоизбранных, скажем, на эту роль, не очень завидную, она едва ли может значительным образом повлиять на силы противника. Или все-таки может быть такое, что это повлияет или хотя бы затянет какой-то момент на поле боя, просто потому что будет увеличиваться количество? Да, повторюсь, главная стратегия – это война на истощение. То есть попытаться затянуть время, попытаться максимально удержать территорию и параллельно пытаться давить на наших западных партнеров, для того, чтобы они сокращали помощь. Опять же, надежда у русских на то, что Байден проиграет, а может быть придет к власти Трамп, точно так же могут измениться политические расстановки сил в Европе. И поэтому главная задача – растянуть эту войну, главная задача – растянуть во времени, при этом, если вспомнить, чем занимается сейчас Россия. В России принят закон о том, что увеличен возраст, то есть диапазон возраста призывного, то есть можно мобилизировать до 30 лет с 18 лет. Это значительно увеличивает контингент, который можно мобилизировать. Очевидно, это делается для того, чтобы проводить очередную волну мобилизации уже, возможно, осенью. Точно так же мы видим усилия России для привлечения своих так называемых союзников. В Северной Корее, Иран, Китай, которые сейчас находятся в Северной Корее, идут попытки привлечения их ресурсов даже для базовых вещей, производства боеприпасов, возможно, альтерийских систем, Иран, Китай, для того, чтобы наращивать производство беспилотников. То есть Россия пытается сохранить потенциал для того, чтобы затягивать эту войну. И даже не имея возможности для расширения территорий оккупированных, главная задача сейчас не допустить потерю территории, то есть освобождение этих территорий украинской армии и выйти на зиму с новой волной мобилизации, попытаться перехватить инициативу в следующем году. И вот о ресурсах, но уже не личного состава, о технике. Россия увеличивает производство беспилотников «Ланцет», хотя и завышает данные о его реальных объемах, ну, как любят делать, конечно, в России. Эти дроны остаются угрозой для Украины. Российские оккупанты используют их преимущественно для повреждения, либо же уничтожения больших целей, таких как средства ПВО и артиллерийские системы. Об этом сообщил представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Услышим. У России есть дроновая программа, которую она развивает. Объемы – это пропаганда, но это фактор, который нельзя списывать со счетов. Ланцеты производятся, шахеды прибывают, они обустраивают производство. Поэтому Украине нужны новые вооружения и средства для противодействия атакам российских оккупантов и более быстрого продвижения ВСУ. Это вопрос защиты жизни наших военных и гражданских. Андрей Юсов, представитель главного управления разведки Минобороны Украины в эфире марафона «Едыни новыны». Так вот, что касается Ланцеты, также мы в нашем эфире уже говорили о том, что иранские беспилотники в России уже изготовляют, и они уже были замечены в деле. Чтобы противостоять этому, какое вооружение нам необходимо, а главным образом, безусловно, Украина говорит нашим партнерам и озвучивает, что необходимо для того, чтобы эффективно противостоять российской агрессии. Наши партнеры охотно отвечают нам, собственно, и новыми поставками, увеличивая объемы поставок. На какой стадии, если можем, конечно, об этом говорить, то самое вооружение, которое может противостоять и Ланцетам, и этим шахедам, которые Россия уже на своей территории начинает производить, на стадии просто артикуляции переговоров, либо все-таки мы дальше продвинулись в этом вопросе? Ну, естественно, нам поставляется вооружение, необходимое для уничтожения таких дронов. Одно из примечательных таких видов — это гепарды, это артиллерийские системы немецкие, которые имеют радары, которые могут уничтожать именно такие цели. Но их мало пока. То есть нам нужны не десятки, а сотни таких систем. Если мы говорим противодействие Ланцетам, то фактически нужно прикрывать любое украинское подразделение. То есть в любом украинском подразделении должны быть средства для противодействия ударным дронам. Причем Россия наращивает производство не только Ланцетов, но и FPV-дронов — это First Person View дроны. Они дешевле. Они фактически собираются, могут скобираться даже в кустарных условиях, но опасность от них не меньше. Поэтому для Украины в том числе нужны массовые поставки систем РЭП противодействия таким дронам и, естественно, специализированных зенитно-артиллерийских систем. То есть масштабы поля боя, масштабы театра боевых действий, которые сейчас происходят между Россией и Украиной, они просто действительно огромны. И поэтому здесь речь должна идти не о десятках, а о сотнях тысячах. Но здесь я хотел бы отметить еще один довольно-таки неприятный факт. Россия действительно готовится к войне на истощение и, к сожалению, начинает фокусироваться на производстве тех систем, которые действительно могут быть опасными. Я имею в виду именно дроны. То есть дроны разведывательные, дроны ударные. Причем именно на дронах ударных Россия начала фокусировать, в том числе и государственные ресурсы. А государственных ресурсов, к сожалению, в России еще много. Нефть и газ покупаются различными странами. Китай, Индия. Это позволяет зарабатывать России большие деньги, к сожалению, пока. И на эти деньги можно разворачивать производство шахедов или расширять, увеличивать производство тех же самых ланцетов, которые действительно являются очень опасными для украинских войск. Поэтому для Украины нужно эту ситуацию также воспринимать, как и нам необходимо переходить на немножко другие подходы в производстве тех же самых FPV-дронов или ударных дронов. Да, сейчас пошли сигналы о том, что в Украине, в том числе на государственном уровне, в том числе на уровне вновь созданных компаний, которые вместо Укрбронпрома начинают свою деятельность, серийного производства ударных дронов, в том числе и класса похожего на ланцет, я думаю, пока этого недостаточно. То есть в том числе необходимо задумываться и на перефокусирование вообще государственного бюджета с точки зрения все-таки перенацеливания на производство тех средств, которые позволяют нам говорить о симметричности боевых действий. Дело в том, что Украина может победить Россию только асимметрично. Мы никогда не сможем производить столько же танков, как Россия, не сможем призывать столько же личного состава, как Россия, а не физически больше. Но мы всегда их преобладали в асимметричности. Во-первых, это сетицентрическая война, то есть у нас лучшая система управления, тактическая, tactical awareness, если по-английски говорить, а также target acquisition, то есть получение информации о целях противника. Но при этом Россия начинает нас догонять по дронах. О некоторых случаях и превосходить, если говорить о дронах класса Ланцет. Здесь Украине важно понимать, что мы выходим на формат войны на истощение, и поэтому если у нас не будет налажено, кроме того, что мы будем получать систему защиты от дронов, не будет налажено массовое, на государственном уровне массовое производство необходимых ударных дронов, мы можем иметь проблемы. Поэтому здесь вот то, что делает Россия, нам нужно на это правильно реагировать, и в том числе массово наращивая производство ударных дронов. Потому что в артиллерии Украина начинает Россию, скажем так, догонять с точки зрения эффективности. Да, у них ее больше, но в связи с тем, что контрбатарейную борьбу украинская армия производит намного эффективней, у нас сейчас с артиллерией ситуация намного лучше, чем год назад. А вот с дронами ситуация, наоборот, меняется не в нашу пользу, и нам нужно очень быстро на это реагировать, быстро и эффективно. О производстве, правда, не дронов, хотела, кстати, далее с вами поговорить, но благодарю вас за это замечание, это на самом деле очень важная информация. И также добавлю, что Украина хочет стать крупнейшим производителем оружия в Европе, при этом особое внимание может быть сосредоточено на производстве ракет. А в этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, отметил, что буквально за последний месяц мощности украинского оборонно-промышленного комплекса выросли вдвое. Услышим цитату. Украина станет оружейным арсеналом свободного мира и экспертом по ведению обычной войны. Но сначала нужно построить мощь Украины как производителя оружия. У нас уже есть первые успехи. Я не могу раскрывать больше информации, но наибольший акцент делается на производстве ракет. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности является одним из соучредителей проекта BraveOne, который нацелен на иностранных инвесторов. Если они решат производить в Украине во время войны, то смогут протестировать свой продукт на поле боя. Я думаю, что любое оружие, которое пойдет этим путем, будет продаваться не только в Украине. Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, в интервью польская агенция Просова. И вы говорили о вооружении, которое необходимо нам для защиты, которое нам необходимо производить. А здесь речь, конечно, также о вооружении, которое может позволить Украине также, возможно, не только для себя производить это вооружение. Как вы считаете, это возможно настолько наладить успешное производство? Мы, конечно, озвучили, что уже вдвое увеличилось. Но, тем не менее, вот таких масштабов ощутимых все-таки только после завершения войны в Украине. Или на протяжении мы также можем приспособиться, изготавливать, производить это оружие и для себя, ну и, возможно, пока что для себя. Ну, я говорил не о защите. На самом деле, ударные дроны – это не защита, это оружие атакующее. Здесь, опять же, есть несколько аспектов. Во-первых, Украина, еще раз повторюсь, не может симметрично реагировать, и поэтому нам нужно концентрировать те ресурсы, которые у нас намного меньше, чем у России, концентрировать на наиболее эффективных проектах. Да, ракеты нам нужны, конечно, дальнобойные ракеты, которые смогут заставить Россию почувствовать, что такое война, намного дальше, чем, например, 50-100 километров от границы. Желательно, чтобы такая зона была до Урала. То есть нам нужны ракеты дальностью больше 1000 километров. Это факт известный, над этим украинская промышленность давно работает. Но, к сожалению, эти проекты очень дорогостоящие. И поэтому там не зря речь идет, в том числе о цитате министра, о том, что в том числе рассчитывает привлечение западного или иностранного, скажем так, инвестора. В чем была проблема до последнего момента, до, скажем так, 1 июня, когда существовала Укрбанпром. Кстати, эту структуру нужно было распустить, ликвидировать еще сразу после революции достоинства. И, например, наш центр об этом постоянно говорил. Это структура, которая была создана Януковичем исключительно для коррупции и реализации коррумпированных схем. Реформа Укрбанпрома началась, к сожалению, только в 2020 году. Но 1 июня он прекратил свое существование. И с этого момента у нас появилась возможность привлекать иностранных инвесторов, которые могут принести деньги и технологии. Поэтому, действительно, сейчас вот такие проекты, в том числе по созданию украинских ракетных систем, которые, в принципе, теоретически, даже в каких-то образцах, определенных компонентах этой системы уже существуют, есть сейчас возможность действительно их построить и запустить в серийное производство. Дальше. Если мы говорим о развитии действительно серийного массового производства какого-то вооружения на территории Украины, мы должны помнить, что мы все-таки находимся под постоянной ракетной угрозой. Вот прямо сейчас мы говорим, у нас сейчас воздушная тревога. И если у нас появятся большие заводы оборонные, в том числе с привлечением иностранных инвесторов, моментально это станут первоочередными целями, объектами для российских ракетных атак. Поэтому мы можем говорить о создании таких производств именно на территории Украины до Победы, только если у нас будет создана комплексная, многоэшелонированная, многослойная, если там мальти-лэйр, противоракетная оборона, противовоздушная оборона, которой сейчас у нас, к сожалению, пока нет. То есть удары, например, по одесской инфраструктуре, которая обеспечивает зерновое соглашение и экспортные возможности Украины, показывают, что у нас пока нет гарантированной защиты от таких атак. А это означает, что да, мы можем развивать сейчас производство, я бы говорил действительно о ракетах, о дронах, возможно, в системах противовоздушной обороны, то, что нам сейчас нужно. Потому что бронетехнику нам могут поставлять сейчас еще союзники. Мы еще, например, не получили танки Абрамс, в Соединенных Штатах их многие сотни. Поэтому, например, на следующий год, в горизонте года, можем говорить о том, что Соединенные Штаты могут нам поставлять еще сотни Абрамсов, и это будет восполнять наши потребности. А вот системы ракетные, дроновые, это все-таки то, что нам нужно. И поэтому я говорю, к чему я клоню. Лучше сейчас все-таки эти производства размещать за границей у наших партнеров, соседей, которые находятся под защитой зонтика НАТО. У нас такого зонтика нет, поэтому я бы не рисковал размещать, например, строить здесь завод по производству баллистических или крылатых ракет. Михаил, я благодарю вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню зрителям, что Михаил, самый заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам, был с нами на связи.